В этом году в Самарской области 12,5 тысяч школьников сдадут ЕГЭ в основной период с 26 мая по 20 июня. 198 человек изъявили желание сдать госэкзамены досрочно. С 20 марта по 10 апреля идёт досрочный этап. С 6 по 12 сентября будет дополнительный период. Для всех предметов предусмотрены также резервные дни. В нашем регионе всё готово к проведению денного государственного экзамена. Мы в 23 раз его в этом году принимаем. Как вы знаете, Самарская область была одной из первых, кто на своей территории организовал проведение единого государственного экзамена. Поэтому мы, это большой педагогический коллектив, это 10 тысяч педагогов на территории всей области задействованы в проведении единого государственного экзамена, готовы к его проведению. Мы закупили новое оборудование, есть полностью и канцелярские товары, которыми обеспечены все пункты проведения. Поэтому ребёнку, выпускнику 11 класса или выпускнику прошлых лет, нужно взять с собой только паспорт и гелевую ручку, хорошее настроение, хорошую психологическую готовность, ну и, конечно же, знания. В регионе для проведения экзаменов готово 80 пунктов. Они оборудованы камерами видеонаблюдения. В кадры попадают участники ЕГЭ, место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. При этом персональные данные участников, содержание заполненных бланков, регистрации и ответов остаются в тайне. В этом году у нас в Самарской области новые технологии. Теперь сканирование осуществляется в аудиториях непосредственно. Соответственно, вот пробуем второй экзамен, пока всё успешно проходит. Школьники уже прошли тесты по географии, литературе, русскому языку. 27 марта предстоит сдавать экзамен по базовой и профильной математике. 30 марта пройдёт ЕГЭ по биологии, физике и письменная часть экзамена по иностранным языкам. 3 апреля будет устная часть. 6 апреля школьников ждёт тест по информатике и обществознанию, 10 числа по истории и химии. Светлана Кудрявцева, События.